Добрый вечер, друзья! Если вы помните, мы остановились на том, что в истории Давида были не только победы, такие как победа над Голиафом. Но были моменты, когда ему приходилось уворачиваться от копья, и он ловко это умело делал, он уклонялся, не отвечая ударом. Хотя, наверное, мог царя Саула одним ударом повернуть. Итак, мы встречаем Давида в эти дни, когда он служит Саулу. Хотя он с перспективой своей на царство, но пока он служит Саулу. И Давид уже не тот беззаботный юноша, который привык пасти стада и не вникать в придворные интриги, козни. Он зять царя, он признанный военачальник, ему поют песни. Песни Давида еще не поют, а Давиду уже поют. Но он же при этом злейший конкурент своего зятя, враг Саулу. Саул так решил. Благодаря последнему обстоятельству весь успех, вся сила Давида обращается против него. Иногда ты плохой не потому, что тебе что-то удается, а именно потому, что тебе удается. Ты плохой. Это вызывает зависть. Это вызывает недовольство людей. И вот Давид вынужден скрываться и скитаться без пищи, оружия, выпрашивая хлеб и кровь. И в таком положении Давид приходит к священнику Ахимелеху. Здесь он вкушает священные хлебы предложения. И здесь же он получает назад в свои руки почти священную реликвию, меч Голиафа. Интересно, как он его взял. Наверное, двумя руками. Может быть, это был, скорее всего, двуручный большой меч. Меч хранился позади Ефода, и ему, мы читаем, не было подобного. Царств 21-го глава. И мы здесь читаем слова священника. Вот меч Голиафа, которого ты поразил, если хочешь, возьми его. Другого, кроме этого, здесь нет. Нет, так рискуя жизнью, священник, священник, желая послужить будущему царю, он кормит Давида и вооружает Давида. Этот меч был символом славной победы Израиля и черным знаком для филистимлян. И вот с этим мечом Давид приходит к кому? К своим вчерашним врагам. Он отправляется послужить в вражеский лагерь. Интересно, как все меняется, да? Чистая, безупречная биография победителя, героя. Потом вдруг приводит его во дворец, где он служит своему тестью. И этот тесть одержим духом нечистым, ненавидит своего зятя, бросает в него копья. Но дальше хуже. С мечом в руках, с мечом Голиафа Давид идет к филистимскому царю Анхусу. Его не могли не узнать. Его не могли не узнать. Поэтому они подумали, что он просто сошел с ума. Он пускает слюну по бороде, он принимает вид сумасшедшего. И он сильно боялся Анхуса, царя Гевского. Интересно, мы редко очень встречаем похожие вещи, да? Характеристики в Библии о героях веры. Вот натворить грехов они еще могли. Но чтобы бояться, редко, очень редко. Авраам боялся из-за своей сары, да? Было такое. Но здесь, мы читаем, сильно боялся Анхуса, царя Гевского. И Давид изменил лицо свое перед ним и притворился безумным. И пускал слюну по бороде своей. Очень печально, да, смотреть на такого героя в таком состоянии. И Анхус сказал своим рабам, видите, он человек сумасшедший, оставьте его. Очень интересный урок из этого. Наши вчерашние победы не гарантируют нам постоянного успеха. Быть верным Господу, следовать за своим призванием, это не означает, однажды, получив доступ к власти, получив хорошее место, получив хорошие песни, репутацию, славу, успех, почивать на лаврах. Но не бывает такого. Получает копье от Саула, пускает слюну по бороде. Время поражать великанов и время пускать слюну по бороде, притворяясь безумным. Всему свое время. Опальный зять царя, злейший враг филистимлен, голодный и почти сумасшедший. И с мечом Голиафа в руке. Интересная картина, да? Давид был разным, в том числе таким. Давид и его тесть Саул, первый и второй цари, отличались во многом. Я думаю, главное, в чем они отличались. Давид был готов пожертвовать личным ради народа. Саул, наоборот, видел все как свое личное дело. Давид доверчив, Саул подозрителен. Давид ищет общего блага. Саул ищет личной власти и личной мести. Кто ты по отношению ко мне? Не важно, что ты побеждаешь наших врагов. Не важно, что тебя любит народ. Важно, какие у нас с тобой отношения. Уважаешь ли ты меня? Такой знакомый для нас вопрос, да? И даже после того, как Доик поразил рот священника Ахимелеха, после страшных предательств и зверств, Давид готов идти на риск. Он, кстати, говорит, что я беру все на себя. Саул редко такие вещи, наверное, говорил. А Давид говорит, я виновен во всех душах. Он берет на себя все это. Не только свои грехи, но и беды народа. Он не может видеть несчастье своего народа из безопасной пещеры. Он не может оставаться безразличным, например, к беде маленького города Кииля. Казалось бы, что тебе? У тебя другой масштаб. Зачем ты лезешь? Зачем ты лезешь? Это не твоя война. Филистимляне напали и грабят Кииль. И те, кто с Давидом, кто они были? Посмотрите, кто были друзья Давида? Кто были в его армии? Все притесненные, все должники и все огорченные душой. Трудно сказать, что это была сильная хорошая армия, да? И они тоже боятся выступить против филистимлян. Но Господь отвечает. Иди в Кииль, я предам филистимлян в руки твои. Давид послушал Господа и нанес врагу хронист. Говорит, великое поражение. И мы читаем, и спас жителей. Вот такой Давид. Казалось бы, сам в бегах. У самого куча проблем. Но он хочет помочь, когда есть такая возможность. Не забывайте, что он сейчас служит Анхусу. И он в стесненном очень положении. Саул движим другими мотивами. Он не приходит на помощь Киилю. Зато когда он услышал, что Давид в Кииле, он спешит прийти, осадить город, чтобы заполучить голову своего конкурента. Интересно, да? Давид спешит помочь. Саул ищет мести. Что движет нашей жизнью, друзья мои? Какие амбиции? Какие желания? Кому-то что-то доказать. Кому-то в чем-то превзойти. Отомстить, разобраться, свести счеты. И Давид вопрошает Господа через священника Авиафара. Придет ли Саул? Придет. Придадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула? Придадут. Я не знаю, что вы чувствуете, когда читаете эту историю. Страшная история. Люди всегда недовольные, вероломные. Никакая доброта их не меняет. Христос, сколько сделал им добра, да? Кричат, распни. И Давид слышит, что предадут. Предадут. Те, которых Давид спас. Те, ради кого он жертвовал своей жизнью. Те, ради кого он рисковал всем. Это горькая правда о народе. Какие люди? Какие люди, да? Без иллюзий. Предадут. Эта горькая правда отныне будет в сердце Давида навсегда. Он должен будет служить своим людям, своему народу, зная об их непостоянстве, понимая их вероломную природу. Это откровение сокрушает. После него либо становятся циниками, либо верующими. По-настоящему. И Давид становится верующим и поет об этом. Он поет. Он изливает все это. Почитайте его псалмы. Или спойте, да? Там все это есть. Предали, ополчились. Но Давид верил и пел Господу. А с народом было все понятно. Относить в отношении народа никаких иллюзий. Никаких иллюзий. Предадут. Тем не менее, у Давида были друзья. Это очень интересные вещи. Я не знаю, есть ли у вас друзья. Мы сегодня вот с некоторыми служителями разговаривали о том, что у мужчин наступает однажды период, когда они создают семьи, дети рождаются. И полностью переключается все от друзей на свою семью. И как иногда не хватает друзей, правда? Семья с семьей. Но как не хватает тех друзей, которые могут укрепить, могут прийти на помощь. И мы читаем об Иоаннафане, очень интересную фразу. Иоаннафан укрепил Давида. Укрепил. То есть он не добавил соли, не добавил горечи. Он укрепил Давида. Саул искал Давида, мы читаем, всякий день. Но Бог скрывал беглеца. И вот в то время, когда Саул вышел искать души Давида, встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес и укрепил его упованием на Бога. 23 глава. Сильные слова, правда? Не все так плохо было в Сауле и в его семье. Его род был неоднозначным. Мы читаем, допустим, об Иоаннафане много хорошего. Иоаннафан укрепил Иоаннафан Давида упованием на Бога и сказал ему, не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем. Ты будешь царствовать над Израилем. А я буду вторым по тебе. Жалко, да, что не сложилось так. И Саул, отец мой, он добавляет, знает это. Саул знает, что Господь тебя избрал. Саул знает о нашей дружбе. Он знает, что его время истекает. Он все знает. Саул ищет и не может найти. Кстати, интересно, да? Саул ищет и Господь прячет. А Иоаннафан вышел и нашел. Друг всегда знает, как найти друга. Особенно в трудное время. Друзья, я каюсь за то, что очень часто в жизни не находил время для того, чтобы пойти и укрепить друзей. Я не знаю, что вы думаете об этом. Подумайте, может быть, кто-то нуждается в этом. И вы нуждаетесь, естественно. Но если вы никого не нашли, как вас найдут? Давайте найдем наших друзей и укрепим их, упованием на Бога. Иоаннафан приходит к Давиду без всяких поисков. Он знает, где искать, потому что душа его родственная с душой Давида. На Саул работали тысячи сыщиков, согляданные в предателей, а с Давидом по пальцам пересчитать. Ему и вестника послать было некого. Но для добрых людей путь друг ко другу прямой. Для настоящих друзей путь прямой и короткий. Иоаннафан находит и укрепляет. Иоаннафан чувствует волю Божию. Давид – будущий царь. И он видит будущее падение своего отца. Интересно, что он не видит своей скорой гибели, да? Это то, что закрыто даже от многих пророков. Они передают Господнюю волю о ком-то, но они не видят часто то, что с ними произойдет. Он мечтает дружить и царствовать с Давидом. Эта дружеская любовь как бы ослепляет его, закрывает с собой приближающуюся смерть. Интересно, что Иоаннафан подтверждает, что и Саул знает волю Божию о Давиде, но идет против этой воли. Он как бы отчаянно борется за царство, которое ускользает из его дрожащих, жадных рук. Иоаннафан не видел своего будущего, но он послужил будущему Давида. Так может только настоящий друг. Послужить будущему друга своего. Сказать, я буду вторым. Вы представляете, сын царя говорит, я буду вторым, ты будешь первым. Это надо быть все-таки, во-первых, другом, во-вторых, скромным, смиренным человеком. Он естественным образом мог претендовать на царство. Кто такой Давид, беглец со слюной по бороде? Иоаннафан послужил будущему Давиду. Будущему Давида. Иногда наша роль в том, чтобы помочь кому-то, послужить кому-то. А наша линия заканчивается. Наша история как бы вливается, знаете, как речка или ручеек вливается в чужую историю. И, кстати, история Давида тоже вливается, да? В какую историю? Мне очень нравятся детские Библии, которые называются «Иисус на страницах Библии». «Jesus Storybook», да? «Иисус на страницах Библии». Почитайте. От сотворения до последнего дня человеческой истории. Это все об Иисусе. И вот здесь история Иоаннафана, как ручеек, вливается в реку Давида. Он отдает свою силу, свое упование Давиду. А Давид вливается со своей историей в историю Божьего спасения. Но Саул продолжает гоняться за Давидом. Он продолжает гоняться в этом надуманном противостоянии, в этих навязчивых страхах, в одержимости, завистью, местью проходит время первого царя. Два величайших воина в истории Израиля тратят свою жизнь на выяснение отношений между собой. Неужели нельзя было сказать, давай разберемся с филистимлянами потом между собой? Это трагедия нашей жизни. Сколько врагов вокруг, но мы выясняем отношения между собой. Первый и второй цари. Нынешний и будущий. При этом Саул считает себя величайшим, а Давида всего лишь рабом своим, который строит ковы. В 22 главе 1 книги Царства мы читаем. Он раб, который строит ковы. Впрочем, коварство этого раба таково, что он угрожает всему царству. Если он такой раб, чего ты так боишься его? Чего ты так гоняешься за ним? А Давид, посмотрите, он не такой. Он не такой. Он отдает должное царю и никогда не позволяет себе оскорблений. Никогда не позволяет себе оскорблений. Он мог убить Саула в пещере, но только отрезает край одежды, чтобы показать царю чистоту своих намерений и остановить эту безумную ярость. Давид поклонился царю и назвал его господином, отцом, помазанником Господа. Это чтобы ни у кого из нас не было сомнений, друзья. Тот одержимый Саул, который бросает копье, для Давида остается господином, отцом, помазанником Господа. Интересно, как мы должны тогда говорить о наших врагах, конкурентах, оппонентах, с которыми мы что-то выясняем? Как угодно, но без оскорблений. А как себя называет Давид? Только не записывайте это в свой словарик дозволенных ругательств. Мертвый пес блоха. Интересно. Вот я, вот ты, царь. Мне нечего забирать у тебя, я ни на что не претендую. Не сравнивайте меня с царем. Я мертвый пес, и я блоха. Все, что хочет сказать Давид, что он не ищет смерти царя, он не ищет трона царского, он не претендует на все это, он отдает суд Богу. 24 глава мы читаем. Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. И это сокрушает сердце Саула. Он приходит в себя. Интересно, иногда вот прямолинейные удары, обмен ударами, он только ярость множит, да? А вот такие слова сокрушают сердце Саула. Он приходит в себя. Он просто приходит в себя и говорит, твой ли это голос, сын мой Давид? Посмотрите, еще недавно он был кто? Раб ничтожный, который строит ковы. Но если Давид называет его господином и отцом, то это вызывает какую реакцию? Саул тоже говорит, твой ли это голос, сын мой Давид? Если мы не называем кого-то отцом, мы вряд ли дождемся, что нас назовут сыном. Интересное уважение, интересное терпение, невиданное просто. Он кричит и плачет, Саул кричит и плачет. Он признает свою неправоту. Ты правее меня, ибо воздал мне добром. Ты непременно будешь царствовать. 21 стих 24 главы. То есть уже и Саул пророчествует. Ты непременно будешь царствовать. Прости меня. Я не знаю, что со мной происходит. Сын мой. В этом плаче вся боль отца, который потерял Иоаннафана, зная, что Иоаннафан дружит с Давидом, и который иногда хочет, но уже не может вернуть утраченных отношений с Давидом. То, что мы воспринимали как историю раба и господина, оборачивается здесь более сложной историей. Историей отца и сына. А также конфликт, какой мы здесь видим. Не просто нынешнего царя и будущего царя. Не просто гордого Саула и белокурова, скромного, умного, хорошенького Давида. Нет, здесь конфликт сердца и трона. Власти и милосердия. Человека и царя. Человечности и царственности. Это искушение властью. Это страшная сила. Саул теряется. Эта власть меняет его, искажает, делает сумасшедшим. Я не знаю, как вы относитесь, но может быть кто-то читал Толкина. Вот это то кольцо, которое сводит с ума. То кольцо, которое сводит с ума. Кольцо безумия. Кольцо власти. В Сауле осталось еще что-то живое, но корона сводит его с ума. И в этом смысле пророчество «ты будешь царствовать» звучит плохо. Что он имеет в виду? Не просто, что ты будешь следующим, и все будет хорошо. Он имеет в виду, подожди, ты будешь царствовать, но ты тоже узнаешь, каково это сидеть на троне и каково это сходить с ума от короны, которая на голове. Помните, там в случае с кольцом, надо было его снять поскорее. Так и корона иногда сводит с ума. Почему бы и не полежать на полке? Почему бы просто не побыть людьми? Почему бы, не знаю, слушать больше Самуила, слушать больше других пророков? «Ты поймешь меня уже вскоре», говорит Саул. Но Господь бережет Давида. Господь бережет его, в том числе от этих сильных искушений властью. Тот, кто много бегал, никогда все-таки не будет таким сумасшедшим с короной на голове. Господь готовит его. Через вот эти все странствия, через все эти испытания, Бог скрывает и от мести Саула, и от головокружения, от успехов. Интересно, Бог скрывает его, мы читаем, как за пазухой своей. Вот история с Навалом, помните, да? Когда на просьбу о помощи, пропитании и на такую добрую, скажем-то, вообще-то и простую, да, минимальную просьбу, Навал отвечает, кто такой Давид и кто такой сын Иесеев? Ныне стало много рабов, бегающих от Господ своих. И Давид мог наказать этого наглеца, но на его пути возникает жена Навала, прекрасная, разумная Вигея. Надо признать, что женщины играли особую роль в жизни Давида. Он часто побеждал армии, но сдавался, да, в этих случаях. Так вот, интересно, что Авигея тоже говорит очень сильные вещи. Она ободряет Давида и говорит с беглым рабом, муж ее говорит, это беглый раб, а она говорит с ним, как с царем. Она говорит, тебе не о чем переживать, потому что душа Господина моего будет завязана в узле жизни у Господа. 25 глава, 29 стих. В русском переводе РБО, русского библейского общества, там звучит интересно, твой Бог спрячет твою жизнь словно за пазухой. Тебе не о чем переживать. Не трать свое время на навало. С ним все ясно, он безумный. Не пачкай себя его кровью. Интересно, мудрая женщина, она понимала, что у Давида и так много будет уже крови на нем. Много будет, извините, трупов. Много будет всего. Не пачкай себя лишний раз. Без этого можно обойтись. Она спасает не только жизнь своего безумного мужа, она спасает будущее Давида, чтобы лишнее убийство не мучило его совесть. Бог сам все устроит. Зачем брать на себя кровь? Навал умрет уже через 10 дней. Мы читаем, что Господь сразил его намертво. Сразил его намертво. Не знаем, как, но так случилось. А красавица Вигея становится женой Давида. Господь спрячет твою жизнь, как за пазухой. Хорошо, когда это так. Когда мы отдаем ему суд, когда мы не присваиваем себе право казнить, судить, наказывать. Он часто повторяет эти слова. Да воздаст Господь. Да воздаст Господь. Когда представляется случай от Давида отомстить. Вот, например, сонный и жалкий Саул. Вот его воинство храпящее, беззащитное. И вот копье. И вроде разумно говорит храбрый соратник Овеса, сильный воин. Говорит, возьми. Предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь я. Ты не будешь даже пачкаться. Я просто пригвожду его копьем к земле. Но что-то останавливает Давида. Что останавливает Давида? Во-первых, какие-то даже родственные чувства. Они есть. Они есть. Милхола тоже с непростой историей. Но она дочь Саула и жена Давида. Но останавливает, я думаю, Давида прежде всего понимание того, что царь помазанник Божий. И что все, что сложилось, вот эта ситуация вся, это промысел Божий. Это не досадное недоразумение. Это не произвол Саула. Раз Бог дал добро на царствование Саула, то он сам будет судить своего ставленника. Поэтому Давид отдает Богу суд и месть. Пусть поразит его Господь. Ибо придет день его, и он умрет. Или пойдет на войну и погибнет. 26 глава. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. А Саул он задает главный вопрос. Очень важный вопрос. Где Бог во всем этом? А где интриги людей? Послушайте, вот как говорит Давид. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонной жертвой. Интересно. Если же это сыны человеческие, то прокляты они пред Богом. За интриги будут прокляты. Но Господь стоит за этим. Поэтому я смиряюсь. Давид готов смириться с любой волей Бога, даже с худшим для себя сценарием. Почему? Потому что это часть Божьего плана. Если Богу угодно поставить Давида царем, то путь к трону может вести через пустыни и пещеры, через унижения и утраты. Не только через такие победы, но и через слюну по бороде. Но рано или поздно воздаст Господь каждому по правде его и по истине его. Друзья мои, не стоит спешить судом и мщением, обидой и гневом. То, что мы считаем несправедливостью к нам, ударами судьбы, кознями врагов, может быть от Бога. Это может готовить нас к царству. Или к любой другой роли. Не всех к царству. Но это может готовить нас к роли, которую Господь уделил нам. То, что мы считаем происком врагов, ударами судьбы, это подготовка к царству. Иногда дорога к успеху ведет через пустыню. И даже чаще всего дорога к успеху ведет через пустыню. Но дальше больше. Посмотрите, Давид устал бегать и говорит, когда же все это закончится, да? Когда-нибудь я попаду в руки Саула и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. Ну вот беда. Второй раз пустить слюну по бороде уже не удастся. Придется серьезно угождать Анхусу. Как угождать? Очень страшный, кстати, выбор, страшная история. Давиду пришлось служить не только безумному Саулу, но и злейшему врагу Израиля. Ему пришлось служить. Как угождать? Воюя на его стороне, в том числе против своих, против Израиля. Это страшный выбор, который вынужден сделать беглец. Хочешь, чтобы тебя приняли, чем заплатишь? Что у тебя есть? Что ты можешь дать за свою жизнь? Я буду сражаться за тебя. Вот мой меч. Быть чужим среди своих, своим среди чужих. Давид был жестоким, надо это признать. Он забирал все, он нападал население и города, он не оставлял свидетелей. Это страшная страница его истории. Он впечатлил Анхуса и завоевал его расположение своей жестокостью. И мы читаем, доверился Анхус Давиду, говоря, он опротивил народу своему Израилю, и теперь он будет слугу и мне. Как страшно, да? Какой запутанный путь, какой странный маршрут к престолу через службу своим врагам. Тот, кто вел войны Господни за Израиля, стал военачальником и телохранителем вражеского царя. Мы, наверное, подумаем, ну подобрался бы ночью, да? И этого Анхуса порешил. Ну было слово чести, наверное. Были какие-то договоренности, и Давид знал, что это тоже Божий путь, вот такой непростой. В этом опыте, знаете, что делает Бог? Он сокрушает патриота. Он сокрушает патриота. Я патриот, мне кажется, в хорошем смысле своей страны. И любой буду другой страны, в которой я буду жить, потому что я обязан заботиться о благе, ревновать о благе этой земли или этой страны. И вот Бог сокрушает патриота, будущего царя Израиля. Он готовит к новому этапу. Он ломает все, в том числе любовь народа к Давиду. И в этом опыте рождается новый Давид. Национальный герой становится предателем. Слуга Саула становится слугой филистимлян. Победитель Голиафа становится разорителем израильтян. Зачем ты убивал Голиафа, чтобы сегодня выполнять его миссию разорять израильтян. Давид многое увидел и понял со стороны. Он еще будет служить своему народу, но сейчас у него нет больше его народа. У него нет друзей, у него нет народа, у него есть только Бог. И он проходит этот кривой путь в полной зависимости от Бога. Последнее, что я хочу сказать сегодня. Бог отправляет, а потом говорит возвратись. Бог отправляет, надо принять это. Но и надо вернуться, когда он говорит возвратись. Бог приводит Давида к филистимлянам, но он же выводит его оттуда из стана врага. Давид был готов воевать за Анхуса против родных соплеменников, но Бог помиловал, он не допустил убивать своих. Чудесным образом Давид остался в стороне от побоища, в котором погибли Саул и Иоаннафан. А ведь Давид должен был идти на эту войну. Бог не допустил, чтобы Давид сражался с Саулом и Иоаннафаном. Интересно, что Анхус, царь Гевский, говорит, как человек богобоязненный и знающий волю Бога. Филистимский царь это говорит, послушайте. 29 глава. «Жив Господь, будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий». Но князья Филистимские сказали, пусть он не идет с нами на войну, и так возвратись теперь и иди с миром, не раздражая князей Филистимских. Господь отводит, выводит от этой битвы. Господь знает, как помочь нам сохранить лицо даже в стане врага. Сейчас мы переводим интересную книгу пастора Муди Церкви из Чикаго Иорвена Люцера. Она называется «Церковь в Вавилоне». Скоро будет русское издание, я буду рад поделиться. Очень интересная вещь. Как остаться Богу в Вавилоне? Это не только история Даниила и его друзей, это история наша с вами. Как остаться верным? Как остаться собой в стане врага? Ну, есть время, когда нам нужно остаться в стороне, не лезть в гущу событий, не принимать чью-то сторону, и Господь говорит ему через Анхуса «Возвратись, просто иди с миром, впереди еще много войн, но эта война не твоя». А какая же война его? Интересно, да? Бог не пустил Давида на войну филистимлян против Израиля, он сберег его для будущего. Уже скоро он понадобится своему народу, но пока у него своя небольшая война, хотя и жестокая. Мы видим параллельные истории, смотрите, несколько минут еще, но важная, важная деталь. Саул идет на свою войну, чтобы погибнуть, а Давид идет, чтобы побеждать. У Саула война масштабная за свой народ, Давид идет, чтобы побеждать в более мелкой войне. Какая из этих историй главная? Безусловно, самые масштабные события с точки зрения истории государственной происходили на горе Гилвуи. Там Израиль потерпел сокрушительное поражение от филистимлян. А в Секелаге, куда пошел Давид, было все скромнее. Здесь имело место обычное нападение амаликитян, грабеж, погоня, месть. Там дела государственные, здесь семейные Давидовы дела. Но здесь было будущее Израиля. Здесь, а не там. Иногда мы хотим ввязаться в какую-то большую битву из честолюбия, из желания помочь Богу, потому что так надо. И вот здесь как раз хорошая сцена, чтобы наконец сразиться. Отведай силушки богатырской, да? А иногда Бог говорит, это не твоя война, иди в Секелаг. Иди в Секелаг. Иногда мы путаемся, в какой из этих войн рождается будущее, где мы должны быть, за что стоит воевать. Иногда нужно воевать сперва за свою семью, а уже потом за царство. Послушайте, это важно. Иногда стоит воевать вначале за семью, а потом за царство. Увидев разоренный Секелаг и узнав о пленных семьях, люди Давида хотели побить его камнями. Пока ты там где-то ходил, занимался, мы потеряли свои семьи. Но мы читаем, Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. В смущении, разочарованный во всем, он спрашивает Господа, преследовать ли мне это полчища? И догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Последняя деталь. Параллельно идет другая битва. И там Саул спрашивает. Спрашивает, Бог ему уже не отвечает. А у Давида сохраняется канал связи. В какой бы мы ни были трудной ситуации, если мы вопрошаем Бога и Он отвечает нам, возможно, все. Саул Бог не отвечает и с ним все закончено. Давиду Бог отвечает. Преследуй, догонишь и отнимешь. Где-то умирал его друг Янафан, истекал кровью его тесть, Саул, первый царь в Израиле. Падали тысячи израилевых сыновей. А здесь, возле Секелага, была победа. И богатая добыча, часть которой была послана старейшинам Иудиным, как подарок из добычи, взятой у врагов Господних. Очень слабое утешение, хотя добрый знак, правда? Давид как бы говорит, что отныне я сражаюсь снова за вас. Отныне я снова с вами. Это мой знак верности. Я снова на вашей стороне. Я хочу на этом остановиться, друзья, и помолиться сейчас. Помолиться, чтобы Господь укрепил нас. Укрепил нас в этих разных ситуациях, когда мы иногда в Вавилоне оказываемся, или у Анхуса царя Гевского, когда нам приходится притворяться полубезумным, Христа ради, или спасения ради, когда мы разочарованы в народе, и когда народ разочарован в нас, когда все хотят побить нас камнями, хотя вчера еще прославляли, и когда совсем не хочется петь никакие песни. Это как раз лучшее время, чтобы их писать и их петь. Не на большой сцене перед народом, но перед Богом. В пустыне, в пещере, во вражеском стане. Давайте помолимся. Господи, Боже наш, мы обращаемся сейчас к Тебе и благодарим Тебя за то, что Ты верный. Господь, Ты верный, и Ты готовишь нас к исполнению Своей роли. Мы, может быть, не понимаем еще до конца, к чему Ты нас готовишь, но мы доверяем Тебе все пути и перепутья, все наши сложные маршруты, все наши испытания. Мы знаем, что от Тебя это было, Господь. Мы хотим сегодня исполнить свое предназначение. Мы хотим учиться в школе Давида. И мы благодарим Тебя за то, что Ты находишь место для нас куда более скромных и недостойных, чем этот наш герой. За то, что все может найти место в Твоей, может найтись место в Твоей истории. За то, что Ты даешь нам второй и третий шанс. За то, что Ты терпеливо учишь и готовишь. И за то, что у Тебя есть будущее для нас, что бы мы не переживали сегодня, где бы мы ни оказались в таких трудностях и в каких испытаниях. Моя молитва Божья сейчас о моих братьях, которые собрались здесь, что бы Ты укрепил их упованием на Тебя, что бы Ты открыл им будущее, что бы Ты показал, как их жизнь готовит их к чему-то, и что бы они могли послужить изволению Твоему. Прославляем Тебя, поклоняемся Тебе, нашему Богу, Отцу, Сину и Святому Духу. Аминь. Продолжение следует...